Смотрите в выпуске. Чем России грозят новые санкции? Компания Уфанета организовала конференцию для 35 региональных операторов связи. И врач из Уфы строит больницы на краю света. Здравствуйте в студии Аскар Басыров и начнем выпуск с обзора мировых новостей. Уже набившее всем оскомину слово санкции кажется вновь в ходу и сеет панику на фондовых рынках. Дело в том, что Госдеп США объявил о введении новых санкций против России из-за использования химического оружия при отравлении Сергея и Юлии Скрипалей в Великобритании. Они вступят в силу 22 августа. Вот это поворот! В чем именно будут заключаться санкции в сообщении Госдепа не уточняется. Но Вашингтон пост пишет, что они включают запрет на продажу определенных оборонных технологий нашей стране. Но и это еще не все. Ранее американские сенаторы подготовили законопроект об ужесточении санкций против России. И там уже все гораздо серьезнее. Семи российским банкам, связанным с государством, хотят запретить долларовые расчеты через счета в банках США. А инвесторам запретить покупать российские долги. Ну а если и это не образумит Россию, то возможны и более жестокие меры. Я буду жесток к тому, кто хоть раз позарится на мою территорию. Сильно ли ударит это по России? Безусловно. Но, конечно, далеко не смертельно. Про прошлые санкции тоже говорили, что они уничтожат экономику страны, но мы как-то умудряемся жить или выживать. А в США, кажется, слишком увлеклись этим инструментом и санкции вводят против всех подряд. Не удивлюсь, если лет через пять американцы забанят уже полмира. Нам, впрочем, бояться нечего. Ведь Стивен Сигал теперь работает на российский МИД и остановить его может разве что Чак Норрис. Это будет твой первый выговор за плохую работу. Уже несколько лет Виктория Валикова спасает людей в самых бедных странах мира. Братинфекциониста окончила Башкирский медицинский университет и Бельгийский институт терапической медицины. Потом Виктория работала на Гаити в Гондурасе. А в Гутемале наша землячка организовала сбор денег на постройку бесплатной клиники для бедных и достигла цели. Часто очень спрашивают, на что живет ваша клиника, откуда у вас появляются деньги, там, строить, кого-то лечить, там, все это покупать, оборудование. Мы в основном живем за счет таких частных ребят, то есть частных лиц, как вы, да, то есть там нам люди присылают, там, кто по 100 рублей, кто по 1000, кто по 2. Врачи работают с 8 утра и до самого заката. В день они принимают больше 100 пациентов, но ни один сотрудник клиники не получает зарплату. И витаминов тоже. Еда в Гутемале скудная и однообразная. Мясо дорогое, мясо покупать не хватает денег. Курица, она когда есть, когда нет, он тоже достаточно дорого стоит, намного дороже, чем у нас здесь в Башкирии. То есть яйца тоже. Поэтому вот на местном питании сама, мне кажется, большая проблема – это получать достаточное количество витаминов и не располнять. Еще одна проблема, которая встала перед командой медиков – языковой барьер. Жители Гутемалы говорят на испанском языке, а волонтеры и врачи на английском и русском. На помощь пришли испанноговорящие волонтеры, которые учили языку новых сотрудников клиники. Мы специально написали курс, специально использовали имена, которые у нас в деревне, медикаменты, которые у нас в клинике есть, оборудование и ситуации, которые у нас каждый день происходят, чтобы ребята были подготовлены вообще на все 100%. И не было ситуации, когда врач приезжает, и он не знает, как с пациентами общаться. Новый смелый план Виктории – строительство больницы в Никарагуа. Приступить к работам планируют осенью этого года. Для этого необходимо собрать более 2 миллионов рублей. На сегодняшний день проект набрал 400 тысяч. Помочь жителям Никарагуа можно на сайте gofundme.com. Как предоставить жителям частного сектора высокоскоростной интернет и цифровое телевидение? Да еще по доступной цене. Ответы на эти вопросы есть у компании Fonet, которая подключает абонентов по современной технологии PON. PON расшифровывается с английского passive optic network – пассивная оптическая сеть. Ее преимущество в том, что мы от нашего узла связи, который находится в поселке. Он один, как правило. Напрямую к конкретному абоненту дотягиваем оптическое волокно. Без каких-либо промежуточного оборудования, переприемов, электрических каких-то устройств. Эта технология позволяет достаточно быстро подключать жителей сельской местности и частного сектора города к скоростному интернету и цифровому ТВ. Каждому дому подводится персональный оптический кабель, по которому идет сигнал. Ни погода, ни рельеф местности, ни перегруженность сети не повлияют на качество услуг. Технологии PON компания у Фанет охватила уже 200 тысяч частных домов в России. Мы начали два года назад. У нас не очень получалось. Потом мы начали внедрять всякие усовершенствования. И где-то вот с начала 2018 года у нас то, что называется, поперло. Потому что множество технических, интересных решений мы применяем. И у нас здорово все идет. Мы достаточно быстро, качественно, относительно дешево все это делаем. Уфанет организовал двухдневную конференцию для 35 провайдеров со всей России, чтобы рассказать о современных технологиях и о своих разработках. Все эти компании входят в ассоциацию региональных операторов телесвязи «Ростелесеть». Мы всю Россию не сможем закрыть своими сетями. Там, где мы есть, мы закроем. А там, где нас нет, будет жалко, если это останется без хороших, качественных услуг связи. Поэтому мы зовем операторов, тех, с которыми мы не конкурируем, и рассказываем о своих технологиях, чтобы они освоили эти технологии и стали подключать клиентов. Компания Уфанет является лидером на российском рынке среди региональных участников. В данном случае мы собрались для того, чтобы они поделились с некими передовыми технологиями, которые очень часто маленькие операторы не могут осуществить, проверить, оценить. А здесь такая возможность поделиться техническими решениями, инновациями. Это очень ценно для небольших компаний. Перед участниками конференции, а это около 70 человек, выступили руководители служб и отделов компании Уфанет. Они рассказали об этапах и принципах строительства сети, технологии обследования и проектирования. В свою очередь представители операторов связи рассказали здесь о том, что их волнует. У меня много вопросов, как сделать, чтобы сети были качественнее, чтобы они были дешевле для абонента, чтобы услуга была более стабильной для абонента, ну и опять же, чтобы как можно больше услуг можно было предоставлять людям в частном секторе. У нас компания не такая большая, а Уфанет очень большая компания, у которой собственные разработки, собственные шкафы, оборудование, то есть много очень ноу-хау. То, что я услышал здесь, это снижение, ну я так думаю, процентов на 50 даже будет строительство и гораздо дешевле в службе. Достаточно много нового узнал. Я, в принципе, за этим и ехал сюда, чтобы посмотреть, как Уфанет, передовой оператор внедряет свои новые разработки. По теме Уфана, то это вообще первый практичный опыт, который можно где-то приехать, посмотреть, послушать, поспрашивать, пощупать, увидеть. И причем компания, которая нас встречает, Уфанет, это ребята, которые ничего не скрывают. Практические примеры и теоретические советы помогут решить возникшие трудности в работе. В этом уверены участники конференции. Из Уфани везут неоценимый опыт и знания, который применят для подключения абонентов к интернету по современной технологии. Рустам Нурешев, Анастасия Никишина, Рузильна Сибулин и Ильдар Каюмов. Городской телеканал ЮТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Здраво! Меня зовут Мир Коздравич. В прошлом месяце член общественного совета Игорь Караченко объяснил, почему число призывников сократилось. Это связано с наращиванием современного вооружения, которое могут легко обслужить и контрактники. Контрактная армия или обязательная? Что об этом думают уфимцы? Давайте узнаем прямо сейчас. Погнали! Нужна ли служба в армии? Конечно, нужна. Конечно. У всех есть, а у нас что-нибудь? Наверное, да. В том-то количестве, конечно, да, но не в том, в котором сейчас государство ее поддерживает. А для чего она нужна? Чтобы пугать. Для населения внутри или внешних врагов? До призывную. Для воспитания молодежи. Обращение с оружием. Для престижа, для силы, для мощи России. Защищает Родину. Там есть дисциплины, которой не хватает. Чтобы хорошая работа устроится. Наверное, мужество, наверное, какое-то. Для того, чтобы мужиками были. А вы сами служили? Сам нет. Чтобы солдаты Землю утолкали, спасали от этого, от апокалипсиса. Когда вдруг будет метеорит падать, они ее оттолкнут с орбиты. И все, мы все живы будем. Это надо знать наших героев. Мне 18. Армия уже близко? Да, близко. Собираетесь в армию? Да. Вы прям хотите в армию? Ну, нет. Хотели бы в армию? Нет, не было. Хотели бы, чтобы ваш молодой человек ушел в армию? Да, хотел бы. Но у меня вся семья полицейских и военные. Hello darkness, my friend. Как думаете, какой? Приходят туда все нормально, а выходят такие бодловатые какие-то. Их там мучат материться, доставать деньги на сигареты каждый день, что очень трудно, между прочим. Есть какой-нибудь пример? У вас знакомый, допустим, пошел в армию и вернулся вот другим человеком? Да. Никак не изменились. Они были хороши люди, остались хороши люди. Лучше изменились. То есть все-таки что-то она там делает с ними. Такой, типа... До речи у него пропал. Он начал материться через слово. А какая нужна служба? По контракту или вот обязательный призыв? И обязательно нужна, и по контракту. И по контракту тоже. Обязательно. Обязательно. Обязательно, наверное. Обязательно. Обязательно по контракту. Наверное, по контракту хорошо бы. Ну, если бы она была добровольная, то да. Контрактная система лучше. Да. Я согласна с молодым человеком. Люди должны добровольно делать выбор. Кто-то хочет защищать родину, а кто-то хочет, ну, строить дома. Если из-за денег, то все-таки хоть какой-то стимул у них есть. А когда вот так вот забирают, и они ныкаются, ныкаются, недоныкаются, И потом сидят, я в армию пошел Все силы в срочниках, вот, они землю могут толкнуть и покопать ее могут А вот где мы занимались в армии, если вот не секрет? Стрелял и землю толкал Это не вы виноваты, что вот она немножко с орбиты сместилась Там в Америке ураганы, между прочим Меня не взяли Ты, говорят, слишком маленький и ты много лопат не кинешь Российской армии нужны какие-нибудь дополнительные рот войск какой-нибудь? Рот? Рот? Рот в армии хватает, нормально все с этим как бы Все войска сбалансированы Всех достаточно Стройбат надо вернуть и все будет вожуриваться А может что-нибудь посовременнее нужно вот на шарме? А-а-а, мега стройбат На лопатами За техникой не угонишься Ну эти технологии же развиваются, хакерство в любом случае присутствует Хакеры, не хакеры, да? Хакеры, не хакеры, так и называется Вот с хакерами, не хакерами, борьба Кибервойска что ли? Интернет бойцы нужны Кутерстраги, вроде Стрелять умеешь? Конечно Вообще-то да, мы отлично стреляем Чемпионы Call of Duty И Modern Wayfarer тоже Видеоигры К нам, наверное, придем к тому, что будут за нас воевать роботы из Boston Dynamics И будут говорить там, кожаные ублюдки Кожаные ублюдки Вы что хотите на войну? При Сталине было лучше Надо женщин брать Бобры Бабский отряд быстрого реагирования Мне кажется, не стоит их ходить Чисто в конторе сидеть где-нибудь там Ну, сезистом в принципе все быть Они же за равноправие боролись, а хай служат теперь Нашей армии, мне кажется, не хватает, чтобы люди правда занимались делом в армии Они страдали фигней Ну вот и все Результаты опроса вы увидите на экране А меня зовут Мерка Здравич До скорых встреч Порой водители попадают в нелепые ситуации А то и в ДТП, как они считают, по вине третьих лиц На первый взгляд может показаться, что именно такая ситуация произошла на пересечении улиц Кирова и Цурюпа А для того, чтобы разобраться, что же произошло на самом деле Мы предлагаем посмотреть видео с камеры Уфанет В первую очередь следует обратить внимание на светофор В момент смены сигналов на перекресток выезжает внедорожник, который предпочитает поворачивать налево со второй полосы Явно не подозревая такого маневра от него, следом едет Лада Ларгус Который оказывается на середине перекрестка уже в тот момент, когда началось движение в поперечном направлении В итоге он с трудом пробирается дальше, а в конце пути в него все же влетает Шкода, для которой он был вне поля видимости Действуя в рамках разумного, водителю Ларгуса все же стоило остановиться в тот момент, когда он понял, что внедорожник поворачивает налево Да и второму участнику ДТП тоже необходимо было убедиться в безопасности, так как весь поток в его направлении останавливался Субтитры подогнал «Симон»